всем привет с вами собер и с нами не было таранту в игре space инженер встречает нас эти по быстренькому катер считаемся с нашими обязаловками видосики вы можете смотреть в ютюбе в рутубе на дзене и в контактике напомню что у нас есть бусти благодаря которому мы все это смотрим и скажем спасибо нашим бустером пока бежит эта строчка сверху ребятушки давайте посмотрим что у нас изменилось вы видите я опять сижу в кабине в той самой которые нам недавно дала последняя обнова с дырками сзади да вот дырки видны и видны и дырки а значит я что-то построил построил я колесный транспорт опять как вы меня не ругали что сервер не предназначен колес я все-таки не сдаюсь хочу попытаться таким разведчиком поездить здесь по близям поискать какие полезные ископаемые из хороших новостей на уголок долетел ну то есть как долетел в последнее видео закончилось что мы якобы разбились на самом деле оказалось что мы не разбились вы прекрасно сели на лап вот на эту вот он оказался абсолютно весь цел чутка был у него попорчен только вот коннектор а в целом я долетел без вопросов до оставалось там у него что-то в районе пяти процентов заряда но мне хватило чтобы добраться нормально до дома и сесть на коннектор я его немножечко подправил поставил ему во-первых руль вертикальный вот он у нас ну и поставил сочной панельки так вот они у меня вкрячились даже мне показалось что так будет прикольно больше особо ничего не у него не переделано поэтому мы на нем еще точно полетаем ребята но не в этой серии как говорится ну и почти достроил я нашего копателя точнее его совсем достроил ну вот кроме здесь коннектора и двух фонарей почему-то он не хочет их проваливать видимо слишком близко стоит машина но это мы проварим потом копать же нам все-таки чем-то надо а сегодня мы поедем кататься вот на этой машинке назвал я ее как я назвал я уже не помню не лету ну по-моему не лету не назвал правильно нашли летун мне ничего нету ну то есть посмотрите да вот есть центральная такая полоска на ней четыре колеса стоит с одной стороны у нее стоит ори детектор переднего колеса что-то я тут застрял что не пойму с другой стороны соответственно стоит grid core по 2 маленьких батареечки с обоих сторон да опять застрял да что ж ты будешь делать что-то иногда прилипает колеса вот кабина стоит стоит за кабиной соответственно делать или кислорода водорода ну чтобы летать до когда ты уходишь чтобы ты мог летать он стоит и стоит два контейнера и вот тут как раз у меня ребята к вам вопрос я что-то нихрена не понял я на нем уже ой аж испугался один раз на нем уже ездил копал глюки и возник у меня такой вопрос смотрите смотрим инвентаре у нас есть обычный карга контейнер средний да у нас есть коннектор ну что из грузового есть карга контейнер трансферу называется трансфер ты первый у него огромный собственно объем по сравнению с карга контейнера вот у нас ты первый карга контейнер такого же точно размера у нас контейнер трансфер он при этом как бы и весит до хрена но я его не за этим взял я его взял ну как я понимаю что такое трансфер это передача соответственно есть один контейнер трансфер я на базе построил контейнер ресив вот он у нас ресивер да давайте из него сейчас все уберем во фракционе вот он у нас как бы есть у нас включен да и карга трансферы на и был алк стоит не знаю что значит это галка она стоит у меня соответственно я так подозревал про них написано 100 метров радиуса действия давайте посмотрим где там это написано я уже даже не помню где-то это написано было день у меня так цифра 6 да вот он трансфер 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 как раз вот ты первый мечет он 35 тонн инвентаре 67 с половиной тысяч литров лишь я про них читал то вся посмотрим про 100 метров то непонятно один трансфер один до 1 ресивер они как бы ничем не отличаются вот один трансфер один ресивер я так подозревал что в радиусе 100 метров когда я подъезжаю на тачке да вот давайте трансфер есть контейнер трансфер карка трансфера на его давай на и бог ну и что и на и был все равно уходит все считай разобрать галку надо поставить просто фигня в том что из кабины почему-то это галка не ставится то есть нету такого я хотел вот сюда затащить его вот увидит первая буква шоу да то есть не нет такой возможности есть у нас показывать его на хобби не показывать на хобби все других у него нету а это печаль конечно лишь никакого трансфера ручками мы управлять не можем получается что если в корабле стоит такая галка коннектор нам получается не нужен в том плане что как только в этот контейнер что-то попадает в радиусе 100 метров она у нас все и переносится вы смотрите как вам объяснял сам разобрался и надеюсь теперь все тоже разбил разобрались то есть мы у контейнера трансфер ставим карга трансферы на его галочку и соответственно у контейнера ресив тоже ставим галочку да и вот он сюда это перетащил супер и у карга ресив тоже ставим трансфер и найду все в радиусе 100 метров у нас все и передается то есть нам не надо собственно ничего сейчас мы попремся куда-то туда вниз как раз у нас рассвет поищем чего-нибудь чего у нас нету давайте еще раз посмотрим мы нашли с вами железо серебро никель ну и чуть подальше магний 1 соответственно у нас нету кобальта а он знать и у нас нету кремния если мы посмотрим энциклопедию еще раз напомню спейспеди она же энциклопедия она же википедия местная вызывается нажатием на русскую букву не на цифру 3 как некоторые думают на букву и то у нас мы выбираем планеты выбираем планету медейву а наша земля или первое и у нас залегание рута ну в общем в разных местах железо везде нефть везде никель везде кремний только где-то снег тундра мы туда летали мы его не нашли кобальт у нас в лесу а лес у нас примерно там где вот тот магний я так подозреваю что там лес серебро везде и золото короче где-то высоко наша цель конечно в идеале найти кобальт и т1 и т2 ну и наверное остальные валюты валюты остальные минералы которые т2 бы я тоже нашел то есть никель у меня здесь простой я бы нашел т2 никель и магний бы я тоже хотел найти т2 да мы все и поехали чё тут собственно идем это иметь правильно так чё там нам надо сделать паркет нам нужно сжать и station нам надо отпустить корабль бодрый слишком даже наверно бодрый давайте я у него этой бодрости то поубавлю вода то он прямо ведет себя нехорошо едем куда-то вниз с кораблем честно скажу с этим с катателем с нелеталом этим с нелетун им уже были проблемы он за счет того что короткий он у меня переворачивался контейнер очень большой у него вот этот трансфер в него влезает больше 100 тонн я как бы 100 тонн в него нагрузил как раз таки никеля за никелем ездил или за серебром я уже не по за серебром а может за никель не помню короче так горы детектор включен батарейки в автомате надо включить давайте включим да что-то колбасит видите албасит прямо скажем вот почему еще колеса поставить ну потому что люблю я колеса и все-таки катание на тачках это приятство здесь вроде более менее гладко вот а в лесу на колесах все-таки поудобнее ездить чем на ховер на ховер врезаетесь переворачиваетесь потому что там деревья у меня в комментах спрашивают сыра что-то деревья не любишь ребята пролетайте на этот сервак на этот сервак залетайте на этот сервак пролетайте на эту планету вы поймете что такое деревья здесь green это такие объекты о которые даже самый тяжелый корабль мгновенно останавливается переворачивается что конечно же не рад если вы едете на колесах ты на в общем на это был особо наплевать я не скажу что от удара корабль страдает нет вы просто переворачивается хряпается об землю потому что дерево это такой объект который ваш тормозит мгновенно вот а деревья еще к тому же бывает невидимы есть такая особенность в ржах не знаю только на этом сервере не только на этом сервере обычно в настройках стоит плотность деревьев так называем этом отображение этих деревьев ну и короче как бы то что дерево вы не видите иначе его там нет ну там может быть есть в него как бы врезаетесь пусты вот эти это наплевать он сквозь эти плоские кусты раскакивает здесь у нас все более-менее исследована поэтому я думаю что где-нибудь до серебра можно ехать спокойно там уже будем смотреть главное чтобы не сильно тачка разгонялась да наш прилет в уголке меня конечно удивил я думал что мы в прошу сели убились осталось только кабина он представляете только сил просто сел на лапу прилепился на этой лапе и сидел из игры было никак не выйти мне пришлось перезайти так с переключиться в задачу которая а я вспомнил я за льдом есть точно я ездил за льдом торможу да точно вот железо 0 1 но это близко хотя мне люди писали что копать можно километрах в трех уже и что типа зарастает но я как-то вот по привычке больше пяти хочу отъехать и уже что-то там начать искать вот вот там вот я копал лед вот там еще без вопросов так у нас кстати можно погасить фары мы вышли на светлую сторону и это прекрасно ну и батарейка наша стала заряжаться смотрите как это хорошо и здесь я собственно спокойно опять-таки на летуне еще раз говорю мы полетаем он показал свою надежность мне очень нравится что он очень быстро останавливается а значит теоретически можно садиться на вершину гор попытаться и поискать там золотишко напомню нам нужно золотишко серебро у нас под боком кобальт нам нужен обязательно я очень надеюсь что в лесу внизу я найду таки кобальт тогда мне останется только кремния кремния обычно тратится не так много на обычные элементы ну и периодически конечно можно летать будет куда это какой полис где много снега и там его покопать пока мы кстати его так и не нашли как и кубы ох разогнался парниша там ведь еще более полога так ну он какие-то пятна я так понимаю что там за серебром что оказалось первые неровности он сразу спасала а я думаю что вот это как раз пятна это серебро ну и тут каша радует то что тут видны пятна они можно как-то ориентироваться вот там у нас железо там магний вдалеке тут серебро я думаю что мы как-нибудь аккуратненько вы здесь этим сейчас куда-нибудь сторону леса попытаемся ехать разгоняется он конечно охренеть как я сейчас жму на тормоз а он едет вниз ребят тормоз я не отпускаю и пятен тут конечно нихрена не видать они тут есть то их не видать а ну вон какое-то пятно давайте очень аккуратно поворачивать к нему подъедем посмотрим что там мы по дороге кроме льда и железо и ничего пока не находили я не думаю о смотри-ка ты от тормозился я не думаю что здесь что-то вкусное будет потому что наверное все вкусное поблизи мы уже нашли но чем черт ай тихо тихо акуши что он воткнулся остановился кому-то там дерево невидимое он еще какие-то пятна тоже бы надо туда доехать ищем полезные ископаемые поблизи от нашей базы чтобы не слишком далеко куда-то за ними есть наша цель конечно кобальт до продолжая тему уголка полетать мы на нем обязательно полетаем но как говорится не сегодня потому что тот глюк который мы поймали в конце прошлой серии так это лед проехали мы он не только у меня это не случайно он много у кого вылез этот глюк я не знаю конкретно на той базе так железо 0 2 ну я думаю что можно наверно запомнить координатки инструмент ну и координату наверное я буду ставить там где собственно она есть железо как плохо видно слишком ярко отсвечивает все прямо туда сейчас умерли уже здесь и вы пометим железо кстати у меня тоже немного так это у нас т 0 2 железо весь аэрон т 02 мы пишем с м ну вот так как в скобочках мы не пишем метра это значит что наше железо собственно прямо здесь ну и давайте маленько копнем себе это бы 10 лично как он быстро их накопал на хорошие рейты на железо железо да у меня осталось не так много поэтому конечно лишнего быть не может вы его копнем ну и бах прямо так закинем так куда кстати его закинул в кабину нет закинул в этот контейнер так смотрим что у нас там вон там пятна вон там пятна и казалось где-то еще я видел пятна но мы поедем сначала вот к этим так точка стала потяжелее радует то что здесь конечно же есть лед и льда много вроде пустынный район но льда много я уже иногда подумываю может быть поставить 12 куда-нибудь на хвост водородных движка чтобы они могли меня подталкивать если чё начал мне тут есть генератор кислорода-водорода да дофигищи надо посмотреть как эта тачка будет идти в горку груженые если ей будет мало можно таким образом и в общем-то подпихивать можно снизу поставить мы едем едем пока загрузили 10 тонн хотя он почему-то пишет 20 ну там подошли лед еще есть но чувствую себя нормально ну 100 тонн я дотащил так это нефть да я так понимаю или что это нефть 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 надо тоже пометить следующая наша . где-то вот анга взял ничего нет так дюк следующей точке ух ты у меня уже мощность что не хватает толкать давай 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 хватает но тяжело прям гироскопов на тачке нет гироскопов на тачке нет это тоже надо учитывать поэтому иногда ну возможно проблемки а вообще в ту сторону надо бы ехать ближе к горам потому что там лес вот мы часто пятно посмотрим а там уже дальше решил вот колеса я выбрал еще потому что вну во первых они все-таки более экономичны по сравнению с с ховерами вот ну и ты все-таки едешь практически на пузе по земле в этом есть плюс больше как бы радиус детектирования с другой стороны здесь пятна я так понимаю что на этой планете нету без пятен месторождение по крайней мере мне пока такого не попадалось может быть золото без пятен потому что пока то что я летал вокруг да около всяких гор я никаких пятен на горах то не видел вы либо просто не понимал так это у нас железо первое ну мы шут не очень интересно посмотрим пятно вроде выглядит большим может быть там кроме железа что-то еще есть железо у меня какое железо у меня второго я и второе теоретически конечно можно запомнить первое железо о как ему прям смотрите в горку то тяжело давай давай надо мощи уже пора добавлять я чувствую сейчас подъедем все-таки парка нем ся я запомню первое железо наши рейты бывают такие что ну типа на второе железо хорошо она первое вообще ничего это нас не очень будет устраивать давайте где-нибудь паркуемся сразу же давай на колеса добавим мощи процентов уже наверное до 50 да ну и пошли его пометим железу прям скажем ну ладно железо т-01 копать не буду у разве так символически просто каприку чего не подбирает я не пойму в чем дело ребята не знаю может камней собрать пусть что-то перерабатывает в том числе и по камню да у меня до железо собрали чуть чуть больше собрали камней так я попробую сюда вбросить куда он в результате все запихивает он все запихивает почему-то в трансфер не в контейнер не в кабину а все в трансфер слушайте потихоньку заканчивается место весим мы уже 200 тонн охренеть 200 тонн ребят как вам такое катим мы только на четырех колесиков так вот я вижу пятна давай к ним подъедем и потом будем держать куда-нибудь ну как ты несешься мне не нравится выглядит очень опасно с одной стороны вроде как медленно едем ну собака опять-таки не хочет тормозить нормально вот тут и не знаешь чем лучше ставить да на торможение движки или движки ох 51 уже представляете разогнался так лед это не то что нас интересует тормози так вот они пятна 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 тормози 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 никель т-01 еще не тормозит что опять под горку поехала и там еще были пятна никель тоже надо пометить потому что тот никель у нас где-то в горушке и тут у нас никель тоже видимо т-01 хотелось бы конечно никель т-02 найти но за неимением гербовой пишем на простой так тормознули ну и пошли за этим никелем да зайдем ну и никель да мы уже копали так и тут еще где-то рядышком вон оно посмотрим давайте что там даже едем вроде туда куда доберемся может еще что-нибудь увидим никель-никель это все под нами никель что же льда льда дофигище айрон т-02 ну давайте тоже пометим уже не будет так как-то подозрительно глубоко да так ну и собственно опять таки железо 0 2 супер железо 0 2 да мне идея поставить водородник кстати можно сюда вот на торможение водородник заодно поставить 2 например на разгон неплохая идея или даже 2 сюда поставить вперед так что дули да мне пока нравится так ну чё тут вокруг ничего больше не видать тачка наша еще не полная да а вон какой-то пятно мне кажется да поехали посмотрим что там в горке за пятно хотя в горку конечно ехать но вот заодно и проверим главное как с этой горки буду спускаться так это айрон т-02 я не знаю надо конечно пометить его и доехать потом вот до того я не думаю что мне айрон понадобится в таких количествах но кто же его знает правильно ух какая пикселизация вы видели как будто майнкрафт нас на нас напал и захватил майнкрафт так едем мы вот туда то есть практически практически прямо мощи даже многоватисто потому что козлить начал туда доедем мы смотрите 260 тонн весим нам показывающему битком да у нас смотрите этот контейнер битком здесь битком ну и здесь тоже в общем битком так что действительно едем в последнюю точку потом так сказать едем на базу все это сдавать мы обследовали кусок который так сказать слева от нашей базы ну и какой есть спуск ща-ка-ка разгонюсь со страшной силой и таки айс под нами где-то так время к полудню батарейки не разряжаются нам бы главное что хватило мощи чтобы забраться в нашу горку потому что я его настолько битком не забивал так и там пятнышко ага едем едем куда-то туда вроде не переворачивается но колеса уже дымятся ну и явно как бы перевес смотрите на задние колеса у него то есть да передок пустой задок с контейнерами заполнен здесь как-то пусто совсем так пробираемся чтобы нас там ждало я никель бы 2 2 тира бы хотел бы ну и с пластом пожирнее чем у нас везде где мы находили как-то жиденько от базы 11 километров вроде недалеко отъехали так это нефть это нефть ну нефть надо пометить потому что может быть нефти надо будет много таких пока знаете ли морей нефти то я что-то не видал ой 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 вот это я проканулся ребята ну что веселье начинается да ой а что это его так тащит куда-то я ничего не делаю гироскопов здесь нету куда ползет непонятно но куда-то ползет да Давайте его в станцию пока преобразим Тоже нормально Все вроде бы прогрузилось Так, где там наша нефть? Давайте ее посмотрим На нее пристально Пойдем пытаться переворачивать нашу тачку Так, вот она Наша нефть Ведь таки по нефти нифига не понятно Какая она, первая или вторая Выходим Берем листы и будем нашу тачку переворачивать Так, переворачивать надо будем куда-нибудь Вот на эту сторону, правильно? Поэтому, ух ты Тут, оказывается, у меня еще и железо-то не влезло Ладно, пусть так То есть мы больше, чем битком Вот оно что Так, значит Если переворачивать на эту сторону Давайте пока он в станции На эту сторону Так, ну давай от центра подтащим Раз 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 Так, ковыряем сюда Да, он у нас как себя может вести Он может начать пытаться заваливаться мне Вот сюда куда-нибудь, да Так Куда-нибудь сюда Поэтому давай-ка попробуем его Вот так сделать, чтобы он не переворачивался И как-нибудь Допустим, как-нибудь вот так Подожди, наверное, слишком Где-то вот здесь Во Так мы дадим ему ширину И он не должен будет заваливаться Ну что, дальше батарейки идут в ход Висим мы порядочно Поэтому я думаю, что мы, наверное, какие-нибудь Давай попробуем девятых Сначала одну поставим Так, выводим его из оцепенения Так Ну и в целом В целом он Отработал свое Да Молодец Так Следующую батарейку ставим Цифра номер восемь Куда-нибудь сюда Отлично Отлично Дальше продвигаем его Так Так О, видишь, что творит, а? Посмотри Он сейчас куда-то будет скатываться Так Так, уже неплохо Да Эть Что я Мучаюсь Я же могу летать Так Здесь его надо будет Надо будет Что ж такое-то А, я понял Так 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 Это, конечно, большой рычаг Прягнется он сейчас конкретно у меня Так О Нормуль, да? Похоже ведь на нормуль Если что я боюсь, что он перевернется, собака А я могу, интересно, на тебе Проехаться сейчас Как вы думаете? Эть Или что? Так Паркинг снимаем Да, могу немножко Еще давай еще докрутим Хотя бы Хотя бы вот так А все равно смотри, что творит А Уже жгаться Так Так Просто боюсь, он может перевернуться Так, а мы тогда этот вопрос Сделаем Подпорочкой Да Мы вот эту часть продлим Ой, тогда он точно не перевернется Ну, если перевернется, то недалеко Ого Смотри, как хорошо, да? То есть все-таки у него потуги перевернутся-то присутствуют Не сильно Но присутствуют Так 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 Можно сказать, что обделались легким искупом Хе, правильно? Так Фроза Ноя у нас помечен Двигаться надо куда-то в ту сторону Там у нас, условно, сторона базы Поехали Да, вот там совсем зеленка Куда поедем Следующим заходом Если доедем нормально Сейчас Ух ты ж, ё-моё Ух ты ж, ё-моё Как ему тяжко с колесами Гироскопов нету Так Пытаемся выровняться Пытаемся выровняться Пытаемся выровняться Если не разобьемся Если не разобьемся Можно попытаться нажать паркинг, но я боюсь, что мы перевернемся Так Так Вообще, капец Надо как-то в корку, в корку, в корку жопы О, молодец Пошел, вот, тормоз Ой, нам куда-то вот туда Ну, короче, просится Либо Какие-то турбовинтовые движки Которые все-таки будут его подтормаживать В обе причем стороны Вперед и назад, да Либо водородники Мне кажется, водородники, наверное, поэффективнее будут Ну, либо менять колеса на ховеры Это потащит за собой батарейки Потом одним ховером мы тут точно не справимся То есть нам надо 300 тонн, чтобы он как минимум тянул Ну и ховер этот будет явно не какой-нибудь Т-2 И может быть даже не Т-3 Очень кайфушка от колес пропадает Хочется только на колесах как-то все-таки Так, ну и нам вот куда-то туда Я, честно сказать, иногда подумываю Может быть, буратину все-таки собрать Не для того, чтобы скриптом пользоваться А просто посмотреть, как он будет себя вести здесь Понятно, что его надо будет Переделывать по движкам По гироскопам Потому что, ну, не потянет все то, что на нем Вот, и надо будет делать какой-нибудь Т-3, Т-4 Это я задумываюсь про платину Если честно Потому что платину надо как-то добывать На платину как раз нужны атмосферные движки Не турбовинтовые, не вертолетные А именно атмосферные Если, в принципе, буратино готов будет забраться куда-нибудь И копнуть, например Поставив вот такой трансферный Опять во что-то воткнулся, да? Трансферный контейнер там 60 тонн платины Это и нормально, в принципе Платина такая редко нужная вещь здесь Как я пока вижу Напомню, ребята, что у нас есть Дискорд Да-да-да, Дискорд все еще работает У кого-то через VPN У меня просто так Может быть, есть еще у кого просто так Поэтому присоединяйтесь к нам Мы там общаемся Там можно задавать вопросики Там же, кстати, идут стримы Напомню, чтобы смотреть эти стримы Во-первых, вы должны быть спонсором моим на Бусти То есть моим бустером Причем не абы каким А определенного уровня Ну и опять-таки скажу спасибо нашим бустерам За то, что они дают возможность вам Всем смотреть вот эти серии Которые выходят из нарезок стримов Которые тоже, собственно, существуют И они идут Не все стримы становятся сериями Честно скажу Есть серии, которые остаются только стримами Есть серии, которые выходят Только для бустеров Есть уровень поддержки Когда они видят эксклюзивный контент То, что не вошло в видосики, так сказать И это не появляется в открытых источниках Вот Ну а обычные пользователи, которые смотрят нас Еще раз напомню В Ютюбе, в Рутубе, на Дзене И в ВК ВК-видео Они смотрят с задержкой В среднем там от 7 до 10 дней Ну в среднем 10, наверное, дней Задержка Железо еще есть 0,1 Аккуратно в 5 километрах Но что-то я не хочу здесь копать Хотя Старожилы и серверы говорили Нормально, 5 километров Все зарастет Не хотелось бы портить вокруг себя картину Мне нравится это место Оно удобное Для взлета удобное Для посадки Здесь не так уж и много деревьев Если я тут наковыряю дырок И они не будут зарастать Это будет меня печалить Хотя Я знаю Товарищи игроки могут прилететь Он не фигачит бомб И поковеркать мне тут всю красоту мою Да, есть такое Есть такое в этих играх Бывало такое у меня на предыдущей игре На сервере не было Люди любят пошутить Так сказать Слушайте, пока нормально забирается Хотя, конечно, просится у него тормозные движки Водородные Да Прямо просится Может быть, есть смысл выхо поставить Оно вроде недорого стоит Да Но, наверное, какую-то пользу до обуви На подъемах вверх На торможениях тоже Я не помню, какого уровня у меня Уровня у меня там стоит Генератор Но, если что, можно пару баков, конечно, поставить Но это веса добавить с другой стороны Короче, не знаю пока Пока не знаю Может быть, проще действительно атмосферники Всадить какие-нибудь Хотя бы самые дешманские Короче, я в раздумьях Хотя с другой стороны Смотрите, мы на этом сервере Ни разу не строили с вами Водородные движки Может быть, есть смысл построить А водородный генератор Если что, можно ведь и апнуть Тут же есть такая штука Апнуть Ну и проверим, работает ли оно Кто-то говорил, что На вещи На блоке, у которых есть инвентаре Типа Ап не работает Глянем Так, ну и где-то в 100 метрах Типа От контейнера Ресиев Мы должны начать Получать Сливать, так сказать Вот эти 200 тонн Которые мы тащим Все, это было бы прикольно Кондектор, считай, здесь не нужен был Потому что зарядка ему не нужна Он прекрасно от солнышка заряжается Вообще замечательно Как говорится Зезонная шайн И это нас радует Звуки нездоровые Да? То ли кто-то из пулемета стреляет То ли это какие-то водородники Работают Так, мы подъезжаем 100 метров Ну Вот они Они 100 метров И О, смотрите-ка И от нас Оно стало ухудить 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 И ухудить Слушайте Ну это прекрасно Да, это хорошая тема Мне это нравится Ай Единственное, что он сейчас станет реально легкий И это будет меня раздражать Так, ну что, надо попробовать Тебе поставить какие-нибудь водородники Ох, какие тут Закидоки у нас Так, у меня здесь ферру Давай посмотрим Все ли в него переносится Да Вот он ферру Да, оно не быстро Но тем не менее Смотрите Оно работает Так, вот это я возьму Что тут еще там Наверное, больше-то и ничего не надо Так, ну и Г Гид Смал, гидроген, трастер Да Какие тут еще есть Смал Икс варч нам точно не подойдет Смал Ну, это такой же, как тот Только покрасивший Латч Медиум, да Точно я помню Сверх большой Ну, я думаю, что мы ограничимся маленькими И, наверное Наверное, я даже не знаю Симпатичные взять или не симпатичные Давайте симпатичные возьмем Так Да Все же так же Правильно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому